Йо-йо-йо, здорово! С вами Диман Масл, чёрт подери, из Galaxy Z Fold 4 и вот таким вот палевным чехлом с Азона за 400 рублей. Ну а чё, лучше, чем брать оригинальный за 10 косарей. Зато, какой уж был, и Huawei Mate XS2, который кладёт в комплекте, и замечательную быструю зарядку, которая заряжает раза в два быстрее, чем заряжается Fold, и чехол кладёт в комплекте, пускай немного спорный, но тем не менее кладёт. И сейчас мы с вами поговорим об этих двух устройствах очень внимательно. Начнём с мелочей, закончим деталями. Звучит тупо, но поехали. Значит так, я владелец двух этих устройств, я их оба продаю, поэтому, конечно же, мне бомбить с одной стороны их невыгодно, с другой стороны куда же без честного мнения и бомбёжки от Димана Масла. Поэтому вы можете переходить дальше на мой Авито, писать мне в Телеграм по ссылочкам в описании. А сейчас поговорим про два этих устройства. Итак, поехали. Huawei. Экран по кругу, и сзади, и спереди. Каждый раз, чтобы разложить... Ладно, до этого дойдём позже. Значит, внешний экран большой, как на Ultra. Вот, например, взять рядом S20FE большой телефон. При этом такой же, можно сказать, по толщине, то есть он тоненький, удобный, но без проводной зарядки у вас нет, потому что здесь экран, как вы будете его заряжать? Никак. Вот. При этом он большой, классный, и в принципе, кому нужен именно большой экран. То есть есть люди, которым одной рукой неудобно пользоваться большим экраном. Например, мне. И я поэтому беру Fold. Кстати, хотел показать то, что сейчас, когда я начинаю снимать, экран у обоих телефонов чистый. Я их протёр. Видите, а-ля фубку вот сейчас я здесь запачкал. Huawei я тоже полностью протёр. И мы сейчас будем с вами смотреть, как быстро они накапливают отпечатки пальцев. Это будет потом важно. Так вот, а кто-то берёт S22 Ultra, а кто-то берёт S22 маленький. То есть кому удобно пользоваться маленьким телефоном одной рукой, лучше взять Fold. Это в том числе я. Потому что я просто физически не могу большим экраном пользоваться одной рукой. Здесь одна рука свободна, я всё делаю на внешнем экране, кайфую, пользуюсь. Здесь одна рука свободна. Я не скажу, что я кайфую. То есть если мне надо двумя руками пользоваться, то да, хорошо, что экран большой. Если одной, ну как-то это не очень. Ладно, доходим до того момента, когда нужно разложить телефон. И многие говорят, что Huawei раскладывать не нужно. У него и так большой экран, вам это не нужно. То есть на Fold я одной рукой попользовался, надо разложить. Да проблем нет. Одно движение, всё. Телефон разложен, я беру, пользуюсь. На Huawei у вас так не выйдет. И дело в том, что во многих обзорах говорят, что вам не нужно раскладывать в Huawei, потому что он такой, знаете, типа удобный и так на этом экране. Ну блин, тогда может вам вообще не нужно брать раскладушку? Может вам нужно взять S22 Ultra, который будет и так с таким же экраном, и при этом будет надёжней, без всяких минусов складного телефона. Всё-таки берёте для того, чтобы раскладывать, да? Чтобы одной рукой было бы удобно пользоваться. Внешним экраном, двумя внутренним. Ладно, переходим на то, что нам нужно разложить телефон. Вот здесь так просто этого сделать не выйдет. Чехол фирменный, классный, по материалам очень хорош, приятный в руке, скользкий, недостаточно, то есть прям такой, чтобы и не лип, но при этом и не выскальзывал. Прям классно, прям молодцы. Очень удобный, красивый, чёткий. Samsung ничего не вкладёт в комплекте, за это имбан. В этом плане всё хорошо. Но как этим пользоваться? Каждый раз нужно его вот здесь снимать. Здесь у вас идёт экран, загнутый по силой площади. Разумеется, сюда со временем налетает какая-то пыль. И каждый раз, когда вот так вот чехол обволакиваете по вот этому экрану, вот так, то там какие-то потертости набираются. Да, здесь наклеена плёнка с завода, вот её видно. Но при этом здесь эта плёнка, её легко отодрать, потому что она везде как бы вот по краю телефона идёт, и вот так её подцепляем, и всегда можно её легко отодрать. Напалде же эта плёнка на внутреннем экране. Видите, в чём дело? Она здесь, во-первых, вплотную к краю, во-вторых, край выпуклый, чёрненький, и чтобы подцепить эту плёнку, вы вот так её никак не подцепите таким движением. Так что на фолде плёнка понадёжнее. Далее, мы доходим до того, чтобы раскрыть это устройство. Мы его раскрываем, да, надо нажать вот так чехол от огни, кнопочку вот здесь нажми. При этом вот эта штука, она подпружинена сильно. То есть вот это вот движение, чтобы до конца его закрыть, он вообще тугой, сильно тугой. Вот так вот, оно сильно подпружинено. При этом всё, что держит его в сложенном положении, это вон тот маленький штырёк, который убирается по нажатию кнопки, и вот этот вот малюсенький пазик. Разумеется, со временем, когда вы будете вот так его закрывать, то у вас этот штырёк со временем, ну я уверен, что расшатается и держаться он, наверное, не будет. Но фиг знает. Может это будет через год, может через два, может через месяц, я не знаю, я им много не пользовался. Далее, мы раскрываем эту конструкцию. Видите, сделать это непросто. При этом он тугой. То есть, как мне, давить вот сюда, прям в складку, чтобы сейчас его разогнуть одной рукой? Ну такое, наверное, лучше вот так об коленку его, оп, разогнуть. Он туго разгибается, прям туго-туго. При этом вы скажете, что телефон тонкий, это классно. С одной стороны, да, это классно. Он сильно тоньше, чем фолд, и когда он сложный, он вообще, как обычный телефон, когда он разложенный, он супер тонкий. Если сравнивать с фолдом, то это прям сильная разница, и, конечно же, она весома. Но за счёт чего это разница? И вес тоже. Вы скажете, что он лёгкий. Но, во-первых, да, он тонкий. Но с этим чехлом-то он толстый. То есть, получается, вот у вас чехол надет, вот вы так его держите, он толстенный. При этом, когда вы кладёте его на стол, то это вот такая вот фигня, получается, которая болтается. Чехол у вас приклеивается поклейкой ленте с завода. И если вы каждый раз будете снимать, он потом просто не будет держаться. Поэтому, получается, приходится ходить с чехлом. Выходить всегда без чехла как-то жидко. Вот. И как-то красота, тонкость этой конструкции уже испаряется. Более того, задняя крышка пластиковая, да? И, разумеется, во-первых, она хуже отводит тепло. Здесь процессор старее. Snap 888. Он горячий чип. Разумеется, тепло хуже отводится с помощью пластика, нежели у фолда стеклом. То есть, по играм тут и процессор менее горячий, и он более мощный, так ещё и лучший теплоотвод реализован. То есть, в плане игр, опять же, фолд намного впереди. И ещё и в таком тонком корпусе, разумеется, охлаждение реализовано плохо. Касательно веса, опять же, крышка пластиковая, вес легче. Так ещё и на фолде у вас есть тут-то один экран только, да? Один большой раскладной экран. А на фолде у вас есть внешний экран, который кусок стекла вообще-то, который надёжный, и он тоже добавляет вес. Разумеется, устройство будет тяжелее, но оно и лучше, потому что у вас тут стекло, тут металл, тут стекло, и как вы его не носите в кармане, даже без чехла, вы его не испортите в кармане. А здесь без чехла вы носить не будете, а если даже и с чехлом носите, то всё равно у вас даже, когда телефон сложен, да? Когда он даже сложен, сейчас, сложить бы его ещё одной рукой. Задачка непростая. Вот так вот он сложен. То у вас вот это вот всё-таки пластик. Понятное дело, что этот пластик не ощущается как пластик. Он не ощущается мягким, не ощущается таким, что он продавливается, но всё равно мне за него стремнее, честно вам скажу. Далее, потом будем говорить сейчас про экраны, про их цветопередачу, про яркость, про камеры, про всё сейчас проговорим. Но, что ещё я хочу вам сказать. Я не случайно принёс сюда S20 FE. Дело в чём, что Samsung в бюджетные свои телефоны, если мы сейчас зайдём в проверку цветов и включим красный цвет, то мы узнаем, что Samsung в бюджетные свои модели, FE это всё-таки урезанный телефончик, он ставит красные матрицы, более дешёвые, и цвета тут менее насыщенные, чем на оригинальном Samsung. Когда я хочу включить красный, видите, насколько он более оранжевый на дурацком FE-шке. При этом, если, поскольку на Huawei нет такой менюшки, мы будем заходить в браузер и гуглить. Секундочку. Оба телефона на максимальной яркости, фильтр синего выключен, повышенная яркость тут отключена. И, значит, на таких настройках яркие цвета и там, и там настроим. Давайте, ладно, так и быть, зайдём сначала в настройки, чтобы вы убедились, что нет никакого подсуживания здесь. Значит, заходим в настройки, заходим в дисплей, заходим в экраны яркость. Значит, смотрите, цветовой. Я любитель ярких цветов, любитель насыщенных цветов. Поэтому, если там вы любитель блеклых цветов, как на айфоне, когда всё покрыто жёлтой пеленой, вам не ко мне. Я тут сравниваю максимальную сочность. Если вам сочность не нужна, вам всё подойдёт. Но кому это важно, сейчас я вам покажу. Значит, насыщенные цвета и там, и там. По оттенкам везде я поставил здесь по умолчанию, и здесь по серединке. Что касается яркости. Экран Самсунга, он ярче. Значит, смотрите, дисплей. Сложно тут вам это увидеть, да, на камере. Но, по крайней мере, если я включу повышенную яркость, которую у Huawei нельзя всё-таки включить, то видно, что экран Самсунга, он поярче. Он точно не хуже, и белый на нём белее. На Huawei отдаёт по сравнению с ним на камере в синий, а в реале, я бы даже сказал, в желтоватый. Он просто тусклее. Это сложно увидеть, не в вооруженном взгляде. Это вообще шим какой-то пошёл, блин. Так что ли? Ну, я не знаю, как вам показать. Короче, экран Самсунга ярче. Примите это как факт, и верьте мне на слово. Я отключаю эту повышенную яркость, бог с ней. И теперь я захожу и смотрю на красный цвет в браузере. Потому что по-другому я этого сделать не могу. Значит, смотрите. Ну, уже видно, да, вот открываем одну и ту же картинку. Что на Самсунге красный. Ну, куда более красный. Вы согласны? А я всё-таки гуглил красный цвет, а не какой-то там блекло-оранжевый и так далее. На Самсунге красный краснее. Если даже вот так вниз открыть, то что под ним, то тоже видно, что вот эти вот все цвета, вот здесь они больше уходят в оранжевый, а тут больше в красный. То есть тут тоже матрица дешёвая, не такая дешёвая, как в S20 FE. Если я буду сравнивать тот же самый сайт в браузере, тот же самый красный в гугле, то, в принципе, вот он, пожалуйста. Я его открываю, и на S20 FE он ещё более оранжевый, чем на Huawei. Но это всё оттенки. Вот так это будет. Смотрите. Красный. Вот так. Красный. И вот так тоже красный. Но если сравнивать наглядно на примерах, то видно, что здесь он куда более дешёвый, более оранжевый. Так что и здесь экран более дешёвый, чем здесь, если сравнивать по максимальной яркости и насыщенности экранов. Далее, что касательно размеров экранов. Про сложенное состояние поговорили. Теперь про внешнее. Значит, смотрите. По высоте, по высоте они одинаковые. Вы это понимаете? О чём это говорит? Потому что телефон шире. Я Fold-то ругал за то, что он шире стал четвёртый, чем третий. Потому что держать вот так вот Fold удобнее всё-таки, чем держать вот тот телефон. Но здесь, слава богу, у вас есть чехол, за который вы будете держать его вот так. Он жёсткий. Вот эта штука жёсткая. Вам не придётся раскрывать свою ладонь на всю ширину телефона. Вам можно будет держать его за этот чехол. В принципе, это надёжно. И ещё один момент. Что касательно ширины. Если вы будете открывать видео в YouTube, например. Вот, пожалуйста, YouTube. На Samsung всё это работает побыстрее, во-первых. Если вот так вот листать, вот эти вот моменты, то пролистка идёт побыстрее на Samsung всё-таки. Во всех моментах. То есть вот эта вот пролистка, она как-то на Samsung поживее листается. Поживее. Вот это вот. Если, например, я открою сейчас, секунду. Вот, например, фото ВКонтакте. Да, по-разному реализовано. Но здесь я листаю. Сейчас они все прогрузятся. И прям быстро. Видите, вот это все фотографии, которые есть в переписке. Всё быстро. Всё чётко. Здесь само пролистывание идёт медленнее, понимаете? Оно подгружает фотки и идёт, ну, чуть помедленнее. Вот сколько раз нужно провести? Раз, два, три. Ну, два раза. Окей. Здесь раз. И я до конца долистал. Здесь при всём желании я до конца за один пролист не пролистаю. Далее, значит, что касательно размера фоток. Вот, допустим, мы открываем фотку. Сейчас, секундочку. Так, вот мы открываем фотографию. И мы смотрим. Значит, во-первых, мы видим, насколько насыщеннее и красивее цвет на фолде. Если вы любитель этого, вам сюда. Более того, по ширине, если вот так смотреть горизонтально, ну, здесь фотка чуть побольше всё-таки, да? Видите? На Huawei, потому что экран-то пошире. Но мы-то будем смотреть видосики вот так вот, наверное, развернув, да, экраны. А если вот так развернуть, то ширина у экранов одинаковая. Вот в чём дело. Видите? Они идентичные по ширине. И в таком случае размер этой фотографии уже, он тоже, как видите, одинаковый. Так что вот эта вот высота, она как бы, ширина, она получается не нужна. Во всех видео вы тоже будете это открывать на YouTube. А толку от этого не будет. Вот, например, я открываю клип Моргенштерна, да, какой-нибудь. Клипы, они вообще широкоформатные у нас идут. Ну, а здесь 16.9, окей, клип. А если я открою клип какой-нибудь Динера, например, который ещё более широкоформатный, как фильмы, да, не как 16 на 9 YouTube, а как вот это вот, то, соответственно, экран любого S20 FE, он шире получается, чем экраны фолда и вот этой штуки. Он и выше, и больше, и получается, что у вас, вот, если смотреть видосики, то обычный телефон, чем шире видео, тем точно обычный телефон будет больше. Вот. Но по факту вы должны усвоить только один момент, что вы будете смотреть вот так вот горизонтально, и в таком случае одинаковое видео, 16 на 9, да, если открывать. Вот так вот. Да блин, что ж такое всё тёмное? Есть разное соотношение сторон сейчас у видосиков. Короче, будет одинаковое. Всё, вы поняли этот момент. Что касательно звука. Fold чуть громче, Huawei чуть басистей. Вот так вот я скажу, но на оттенке буквально примерно одинаково. Даже не буду ничего включать на максимальную громкость. То есть по виброотклику и там, и там очень приятная. На Huawei она помощнее, на Samsung она другая, скажем так. Но я виброотклик вам никак не объясню. Здесь она такая прям, более такая жёсткая, я скажу. Значит, смотрите ещё. Мы открываем Авито. И тут 3 помещается, и тут 3. То есть в целом на экране вот так вот 6, и здесь 6 объявлений, да. При этом Авито можно сжать, да, до экрана всплывающего окна. Вот как это реализовано? Всплывающее окно. Вот здесь оно реализовано на Samsung ужасно, потому что у вас масштабируется. Если вы делаете окошко маленьким, то в него влезает всё. Ничего в него не влезает. Две цены я вижу. Здесь же тема реализована лучше. Если я вот так сворачиваю. Да блин. И делаю его всплывающим. То смотрите, что так влезает 4. Что я его делаю супермаленьким. То же самое все эти 4 влезают. То есть в этом плане масштабирование окон на Huawei сделано лучше. И раскрытие приложения. То есть контакт я беру раскрытый. Я чуть-чуть, я его сгибаю. Оно просто уменьшается. Оп. Оп. Мне ничего делать не нужно. Но Huawei каждый раз это перезапуск приложения. Это не очень удобно. Да, там можно настроить отдельные приложения, чтобы они сразу открывались. Но в любом случае там нужно настраивать и так далее, заморачиваться. Здесь это сделано проще. На Самсунге я вот здесь сижу в галерее, смотрю эту фотку. Потом я его склываю. Он уже заблокирован. Но можно сделать, чтобы переходило изображение сюда. Но если я снова зайду в контакт, он уже в любом случае перезапущен. Это неудобно. Так, далее. Что касательно просмотра фотографий на этих устройствах. Значит, смотрим фотографии на двух устройствах. Здесь черно-белый снимок. И Самсунг, мне кажется, желтит даже без фильтра синего. Здесь красный снимок. И красный, разумеется, сразу же красивее на Самсунге. Насыщеннее и класснее. Здесь вот такой вот снимок. Опять на Самсунге как-то желтовато. Понимаете, яркость стоит максимальная. Фильтр синего отключен. Но на Самсунге снимок как-то желтоват. Он мне не очень нравится. Вот. Далее красный. Вот здесь Самсунг молодцом. Потому что тут красное платье у девчонки. Здесь красное платье у девчонки. Но здесь оно реально красное. Четкое, красивое. Диплом красный. Здесь цвета какие-то блеклые. То есть у вас экран в принципе будет понасыщенней. Но он будет и пожелтее. И если вам реально нужно получать белый цвет, вы реально белым его получите только на максимальной яркости. И смотреть фотки на средней яркости, то у вас да, они будут насыщеннее. Да, красный будет лучше. Но и белый, прям белый вы не получите. То есть либо одно, либо другое. Но с другой стороны, да, зато ногти красные, да, зато, ну а черно-белые снимки, они в желтый чуть-чуть отдают. Не знаю, что на каких вы экранах смотрите, да, потому что надо смотреть на чем-то вообще прекрасном, чтобы видеть эти отличия сейчас. Но тем не менее Самсунг желтит. Вот здесь это в плюс, да, потому что стена желтая, прям красивенькая. Здесь она более блеклая. Здесь тоже на заднем фоне желтый как был, так и остался. Здесь же он стал каким-то белесо-желтеньким. Видите? То есть как-то вот так вот. И вот здесь тоже. Вот здесь красивый такой красный, насыщенный, да. Здесь какой-то, ну мутный цвет. Я не думаю, что он был таким мутным в реальной жизни. Поэтому Huawei не хватает красного, Samsung не хватает белого до тех пор, пока не выкрутишь максимальную яркость. Что касается складки, вот кому складка не нужна, то Samsung в этом плане прекрасен. Ой, Huawei, здесь в складке ничего не чувствуется. Если вас бесила складка у складных устройств, вот пожалуйста. Но меня у Huawei бесит другое. Если у Samsung он как книжка, и это голове моей понятно, моему мозгу, что когда он разложен, он чуть-чуть даже может быть разложен не до конца. Да, он туда внутрь вглублен, как бы как и раньше телеки были такие, вот такого формы, да, вогнутые внутрь. То это все понятно голове. Здесь же он вроде разложен-то полностью, видите? Но тем не менее он плоский, но кажется, что чуть-чуть вот здесь выпуклый, хотя на ощупь ничего такого нет. Но кажется мне после фолда, что он выпуклый. И меня от этого плющит. Меня от этого сильно плющит, потому что такое ощущение, что я книгу наизнанку изогнул. Это как-то вот не очень, мне это не очень нравится. Вот, в общем, по экрану вы поняли, здесь экран белее, но тем не менее он, блин, расстраивает. Расстраивает в том плане, что белый здесь, вот здесь расстраивает. А здесь расстраивает, что красный, не красный. Вот думайте, что вам лучше, чтобы цвета были понасыщенней. Потому что мне, например, хочется, чтобы вот эта иконка браузера, Google Chrome, да, она была, видите, какая красивая на Samsung, и какая она более блеклая на Huawei. Сложно увидеть, наверное, да. Понимаю, понимаю, конечно, это непросто. Но видно, что красный, конечно, покраснее, и желтый пожелтее, и зеленый пожелтее на Samsung. Не знаю, как вам это показывать еще, но я уж максимально стараюсь вам эту разницу показать. Вот, чего не говорят другие блогеры. Далее, на Samsung легко сделать селфи на заднюю камеру. То есть я беру телефон, вывожу изображение на этот экран, все, себя фоткаю. Удобно. На Huawei же, когда экран сложенный, да, то вот здесь этот экран будет, вы понимаете, вот здесь где-то крышка. А вот этот чехол, он будет болтаться, закрывает мне камеру. То есть я не могу сделать себя фотку на основную камеру с этим чехлом. Неудобно. Ну, давайте перейдем к сравнению камер, что там я нафоткал вообще. Для этого переместимся в более темное помещение, чтобы никаких отбликов этих не было на фото. А давайте вот в этот угол и переместимся. Собственно говоря, Samsung ужасен в плане своей 50-мегапиксельной камеры, потому что он ночью творит фигню. Даже не ночью, в средних таких условиях освещения. Я фоткал вчера на улице ночь, но дома свет как бы горит. И, в общем-то, там нормально так освещения хватает. Но, тем не менее, Samsung его не хватило. И что у нас из-за этого получилось? Значит, смотрите. Фоткаю на обычный модуль. Сейчас я включу уже темную тему везде, секунду. Значит так, темная тема, максимальная яркость и там и там, фильтр синего отключен. И смотрите, вот здесь, даже несмотря на то, что Samsung, мы думали, что краснее, вы посмотрите, насколько четче и насколько краснее снимок на Huawei. Huawei у нас слева. Можете понимать, это по фронталке. Вот. Которую, кстати, у экрана самого Fold'а не видно. Она, видите, как хорошо замаскирована. Ее видно только, когда вот так-то ее не видно. Но когда вот так близко подносишь, то камера сама делает такой акцент, что ее видно. На самом деле ее не видно. На самом деле это вот так вот выглядит. Вот. Так что, когда пытаются эту фронталку сфоткать, ее видно хорошо, но в реальной жизни это вообще не так. Ладно, не суть. Видите? Красный краснее, хотя здесь красный хуже. То есть сама камера сделала снимок замечательный. Четкость этих букв куда больше, да? Значительно. И красный четче. Далее. Да не надо мне скриншот, не надо. Следующий кадр. Смотрите, насколько Huawei молодцом по камере в плохих условиях освещения. Здесь я четко вижу, да? Здесь я не вижу даже звездочек на альбоме. Видите? Видите, да? Далее. Вот этот чук. Не четкий. Четкий. Это обычные 12 мегапикселей у нас. И так во всем. То есть куда ни посмотри, по цветам Huawei сделал снимку лучше, несмотря на то, что экран более блеклый, все цвета более насыщенные получились. Особенно если посмотреть на вот эту картинку, например, цветов сбоку кадра. Здесь они вообще непонятно какие, там они красные насыщенные, текстура стены видна. В общем, Huawei все прям в этом плане классно. Далее Samsung делал вообще непонятную фигню. Когда я фоткал на режим 50 мегапикселей, перешел, Huawei как делал все так прекрасно, так и делал. Samsung же начал вот так вот цвета перевирать. Просто нажелтил, назеленил. Причем делаю 50 мегапикселей без повышенной детализации. Снимок нормальный. Делаю 50 с повышенной детализацией, снимок зеленый. Это я говорю именно про вот эту вот настройку. Когда мы заходим в камеру, то вот здесь есть настройка, когда 50 мегапикселей включены, либо вот эта вот штучка включена, либо она отключена. И вот когда выключено 50 мегапикселей, тогда норм все с цветами. Когда включаю, вот такие вот цвета. Но это только при плохом освещении. То есть тут было дома только свет люстры. На улице, там когда включаешь 50 мегапикселей, повышенную детализацию, все четко, все красиво, цвета яркие, насыщенные. Но давайте я вам не буду вчерашних много фоток скидывать. Я не знаю, какой соответствует. Вот. Это значит я продаю Huawei, его нафоткал. А сегодня я уже делал сравнение камер. И мы начнем вот с такого вот снимка, с HDR того, что у нас видно на улице. Значит, смотрите, я приближаю. И мы смотрим. Трава абсолютно разная по цвету, да. Но при этом деталей на Huawei больше. Может больше и какой-то искусственной обработки. Например, доски на доме вот здесь четкие. Здесь они, да блин, смазанные, как сдуреть. Видите, да. По HDR здесь, что здесь все хорошо, как бы внутри помещения, что здесь точно не хуже. Далее. Следующий кадр. Я вышел на улицу. Но опять более желтые такие цвета на Samsung, более белые на Huawei. При этом по детализации я не скажу, что есть какая-то весомая разница. Но если только скажу, что Huawei сделал снимок почетче. Да? Да. Далее. Вот такой вот кадр. Это режим. Блин, я не помню, какой это режим, если честно. ISO 50. Разрешение. Ну, на обычных 12 мегапикселей. Ширик, что ли? Да, ширик я сделал. И здесь тоже Huawei зажелтил картинку. То есть на основном модуле он видит так цвета, на ширик он видит так цвета. Но похер, как он видит цвета. Давайте сравним качество этого ширика. Ширик намного четче на Huawei. Вы посмотрите на вот этот вот момент. Сейчас. Что так подлагивает, кстати? Как-то неплавно идет картинка. Ну, как-то вот так. Некрасиво. На Samsung это вообще все плавненько, все красиво. Здесь как-то дергается, как-то дергается. Мне не нравится. Ладно, смотрите. Видите куст? Он четче на Huawei. Согласны? Я думаю, что должны быть согласны. Ладно, если даже не согласны, то посмотрите на эти веревки. Тут они какие-то мутные. Тут они четенькие. Издалека могу показать. Вы уж извините. Но зато не, посмотрите на Samsung голубенькое. Здесь серенькое. Но какое оно там реально, тоже сложно сказать. Это Zoom. Трехкратный. На Samsung вообще молодцом. Zoom. Все получилось четко. Шину я по крышку вижу прекрасно. Цвета. Все по красоте. Zoom у вопросов нет. Десятикратный Zoom. Или тридцатикратный. Я его даже не помню. Десятикратный сначала. Тоже Samsung четче. Zoom у Samsung прекрасный. Еще один кадр. Снова Zoom. Снова у Samsung Zoom лучше. Так что по Zoom в светлых условиях точно Samsung лучше. Тут без вариантов. Далее. Еще один кадр. Zoom. Снова смотрите. Трава. Тоже тут каша. Тут трава. Все нормально. Zoom у Samsung лучше. Тут можно сделать вывод. Тридцатикратный, кстати, тоже вот лучше. Вот. Тут все четко. Далее переходим, значит, сфоткать всякое. Здесь смотрим на красные вот эти вот штучки. Смотрим на их детали. Ну, в принципе, все похоже. Дерево чуть более деревянное, наверное, на Samsung. По деталям. Ну, я даже не знаю. Вот неплавно картинка ходит. Хоть убей, но дергается все. Как будто 15 Гц какие-то. Здесь все плавно, все красиво прям. Здесь как-то... И в пролистывании тоже вот это вот я замечал. Ну, в общем, здесь, что я вам скажу. Качество похожее. Картинка похожее. Так, поехали дальше. Ох, по-моему, это многомегапиксельный снимок. Ну-ка. Нет, это пока 12. Да, это пока 12. Значит, что здесь? Здесь куча барахла. По деталям, да, все одинаково. Как-то и по цветам, и по деталям, и по HDR. В темном месте. Вон там глубину, что здесь, что здесь не видно. Красная подушечка. Ну, блин, ну, ужасно, неплавно ходит все это на Huawei. Дергается, как не знаю что. Абсолютно мне не нравится. Ну, в общем, как-то вот так. Ладно, поехали дальше. Макро. Вот на Huawei, что радует, так это макро. Вы посмотрите. Какая четкость волокон здесь и здесь. Здесь есть автофокус на ширике, на Samsung этого нет. Я могу прям сблизи сфоткать вот настолько близко и разглядывать каждую волосинку. Это есть на 21 или 22 Ultra на Fold. Где этого не сделали. Далее. Вот это уже многомегапиксельный снимок, по-моему, наконец-то. С повышенной детализацией. Да. И здесь у нас уже смотрим, что получается. Даже не знаю. Так много деталей, что... В принципе, это... Вот на Fold тоже приблизить можно больше кадр. Видите? Значительно больше. То есть приходится удалять, чтобы одинаково сравнивать. Ну, я не скажу, что где-то есть какое-то преимущество. Вот в светлых условиях оба фоткают плюс-минус одинаково. Вот это без повышенной детализации то же самое. Далее. Дома, значит, кадр. Смотрите. Опять на Huawei красивый прям красный цвет. Да. Хотя экран хуже по-красному. То есть камера замечательно передает красный. По подушке тоже. Но стена, детали шероховатости стены я здесь вижу. Здесь не вижу. Луну тоже. Здесь на Samsung она почетче. Вот так вот. Этот момент. Четче на Samsung. Вот как-то прям сложно. Видите? То одно, то другое, блин. Далее. Кухонный стол. Вот опять Samsung в зеленый. Ну нахера мне этот стол в зеленый? Он серый, блин. Куда зелень эту берет? Откуда? Вот. Так что вот так вот. Далее. По деталям. Значит, чуть лучше, наверное, на Samsung. Ну не знаю. На Samsung кадр шире, кстати. Видите? Вот здесь кошку не видно. Здесь же кошку я спокойно справа вижу. И ручка у комода не видна. Здесь видно. То есть у Samsung основной модуль шире. По детализации основного модуля. И по цветам. Так. Ну чуть лучше на Huawei я вижу так. Но дети, конечно, ужасно и там, и там. Ширик дома в плохом освещении. Тут Huawei все зазеленил капитально. И по деталям. Ширик на Huawei. Мы уже вроде выясняли, что лучше. И тут он действительно лучше. Шумов меньше. Все прекрасно. Далее зум. Дома в плохом освещении. Ну как-то вот так вот. Пока что, в общем, сложно как-то по выводам. Потому что вроде фотки получаются цветастей здесь. Экран цветастей здесь. Иногда фотки лучше тут. Иногда тут. Но мы поняли, что зум точно лучше здесь. А ширик точно лучше здесь. Если использовать их по назначению. Основное. Вот здесь опять лестница. Во-первых, шире. Больше влезло. Да? Я сразу вижу, что лестница здесь как-то не очень. Во-вторых, дерево. Ну, более четкое оно вышло все-таки на Samsung. Здесь, видите, четко ступенечку вижу. Здесь как-то она смазана. Не так много деталей. Далее. Темная комната. Наше любимое место. Ну, если здесь просто смаз на простыне, то здесь много искусственной обработки. Но все-таки я рисунок какой-то вижу. Далее. Рисунок на полотенце. Ну, тоже как-то в ночи. Получается, что почетче у нас фотка на fold. И даже если посмотреть на угол фотки, где самые темные места, да, глубинки, так скажем, то тоже четче фоточки на fold. Еще один кадр. И знаете, выдержка тоже. На fold всегда была выдержка, что бы я ни делал, 2 секунды и он делает фотку. Здесь-то оно делалось все время за секунду, как-то быстро, да. Как-то оно хоп-хоп-хоп. То есть могло бы делать побольше выдержку, сделать, наверное, снимок лучше. Вот. Но оно делалось снимок все время быстро. Поэтому получался результат потемнее, чем на fold в среднем. Но потом оно решил в какой-то момент сделать выдержку 15 секунд, хотя условия никак не менялись. Но за 15 секунд, разумеется, я не мог лежать на весу телефона идеально ровно и получилось, что все капец какое смазанное. Вот. Это ширик. То есть здесь была выдержка секунду. Зачем он такую выдержку выбрал, мне непонятно. Кстати, смотрите, какие помехи идут по экрану. Уже не идут. Но, в общем, как-то камера странно снимает. Окей. Вот. Здесь же, видите, все вышло на ширик видно. А та выдержка, какая уж есть, такая и есть. Как бы тут вот так вот. Далее, зум в темных условиях тоже на Samsung. Он лучше. Видите? Я думаю, что видите. Но на днем был лучше, собственно говоря. Теперь видео. Видео вообще сложная ситуация. Но видео, я вам скажу так. Вроде на Samsung сейчас поярче. Видно побольше в глубину всего. Что-то одновременно идет немного, да? Поярче чуть-чуть видео у нас на Samsung. И почетче. Вот здесь по одеялу это мы можем увидеть. Вот здесь как-то поярче. На Huawei как-то совсем все плохо. Вот. Идем по лестнице. Здесь, в принципе, все плюс-минус одинаково. Смотрим на стену. Это четко. И там, и там стена, и стена как бы. Вот. Потом, значит, топаем, топаем, топаем. На Samsung как-то поплавнее картинка. Хотя писал в Full HD 30 кадров и там, и там. Самый часто записываемый формат видео. В этом виде 4К писать. Но я не вижу смысла в этом. Поэтому пишу в Full HD. Вот. Значит, здесь как-то поконтрастнее было. Ну, хотя нет, одинаково, в принципе. Очень видео похожее. Возможно, чуть плавнее была картинка, когда я записывал на Samsung. Но когда я сейчас записал, то уже опять красные на Samsung. Сильно краснее, блин. И они правильно, они были красные. Вот. На Huawei же это как-то не очень. Вот. Тигр как-то поприкольнее на Huawei. Только что был. Коврик тоже оранжевый, более правильный на Samsung. Но это, возможно, из-за экрана не дотягивает красные цвета, да? Мы уже решили. Здесь вот подсчетка. Ну, опять вот красная кофточка на Huawei, она оранжевая. Но это из-за экрана вроде бы. Это не камера так передает. Потому что, бывает, камера и более яркие снимки выдает. Здесь вот, смотрите, темный угол. Ну, в принципе, поконтрастнее снимок, наверное, на Huawei. HDR. Это я пытался сфоткать, чтобы было и окно яркое, и стол. Но здесь темно, вроде там, да? Прямо здесь посветлее за этой подставкой для телефонов. В окне что здесь, что здесь. Одинаково. Вроде HDR хорошо на этом работает. Дерево подеревяннее на Samsung. На Huawei какой-то желтый. Здесь оно прям такое красивенькое, прям четенькое. Здесь какое-то желтоватое. Вот. Эти самые же блины. Но опять, они здесь какие-то желтоватые. Здесь все-таки красные. Они должны быть красные. Вот. По деталям. Ну, это как-то не знаю. Не берусь сравнивать. И макросъемка. Опять сблизи. Тут можно вон что творить. На Samsung так близко нельзя. Если на Samsung одолеть камеру и сделать такой же снимок, то, в принципе, вы можете получить похожий результат. Но он будет чуть-чуть похуже. Зато чуть-чуть поконтрастнее, потому что основной модуль сфоткан. Вот. Здесь если тоже отдалить, то как бы основной модуль вот так у Huawei это выглядит. И у Huawei это выглядит лучше. Потому что, смотрите, я вижу каждую волосинку. Да. Это даже не макро. Это просто основной модуль с минимального расстояния. И нет этого желтого пересвеченного цвета. Так что Huawei в этом плане хорош. Вот. Фронтальная камера. Более правильные цвета, мне кажется, на Huawei. Более желтый. Тут какой-то более белый. Но по четкости... Какие-то брови у меня и там, и там ужасные, если честно. Ну, не знаю. Давайте еще посмотрим. Это... Так, тут у нас под деталь. Так, ну здесь у нас похожий результат прям. Ну, наверное, тут я зеленоватый какой-то на фолде чуть-чуть, да? Тут я более правильный. Далее, против света. На Huawei меньше засвет. Смотрите, труба здесь засвечена ужасно. Тут я ее все-таки вижу. Сбоку, если свет меня освещает. Ну, опять же, более правильный цвет на Huawei. На Samsung я какой-то белесый слишком. И опять я слишком желтый на Samsung. На Huawei правильная цветопередача. Сблизи фокус ужасно и там, и там. Но уже вот с такого расстояния на Samsung фокус приемлемый. На Huawei еще нету четкости такой. На Huawei фронталка хорошо работает. У них почти на всех телефонах только издалека. Вот. Здесь, значит, еще один снимок. Уже, если честно, устал комментировать. Комментировать, потому что, в принципе, понятно, что камеры, эти телефоны берут не за камеры, но камеры и там, и там хорошие. В среднем вот здесь снимок поконтрастнее, опять же, на Samsung. Такой более четкий, мне кажется. Вот здесь темный угол лучше проработан на Samsung. И рисунок на подушке тоже. Вот. Еще один кадр. Тут были кадры в перемешке. Это было и 50 мегаписи, и это 12. Мне уже сейчас лень каждый кадр смотреть, разбираться. Вот. Но суть в том, что в Samsung по камере не хуже. Где-то Huawei лучше, где-то хуже. В среднем результат похожий. Эти телефоны не про камеру, но обыдут хорошие результаты. Samsung, мне кажется, более удобен для жизни. Более надежен, более практичен. Его удобно сложить, одной рукой раскрыть, закрыть. Удобно, что внешний экран для меня маленький. Кому-то это не нравится, но мне это удобно, потому что я могу пользоваться. Здесь же это не так удобно. Он гораздо туже закрывается. Шарнир очень тугой, еще и подпружиненный. Слава богу, его держит Та Писюленко. Но она может сломаться. Внешний экран большой, классный, но мне для одной руки это неудобно. По цветопередаче экраны оба классные. То есть здесь лучше экрана, чем у iPhone, лучше, чем у 20 FE. Если вам вот этих телефонов передачи хватает, то здесь вам хватит. В Samsung, возможно, цвета слишком насыщенные. Кому-то покажут, что я такое люблю. Вот. При этом белый получается во всех режимах, кроме повышенной яркости Samsung, получается белее здесь. Поэтому, ну, сложно сказать, что лучше, да? То есть, как минимум, отталкивайтесь от того, какой вы хотите видеть экран в сложенном положении, да? И отталкивайтесь от того, что все-таки от камеры не отталкивайтесь, от звука не отталкивайтесь, от сочности экранов отталкивайтесь. И, наверное, от процессора. Если вы хотите играть в игры, то все-таки Fold гораздо более игровое решение, причем любой. Потому что охлаждение лучше, корпус толще. Вот. Ну и как-то вот так. В принципе, то, что вы каждый раз будете этот чехол отгибать, это тоже не очень удобно, не очень приспособлено для жизни. То, что поцарапать экран-то полбеды, потому что здесь все-таки пленка, ее можно менять, и вроде по гарантии один раз даже меняют бесплатно. Но такое себе. Жалко, что беспроводной зарядки нету. В общем, с вами был Demon Muscle. Есть о чем подумать. Какого-то однозначного вывода, что брать у меня нету, но я себе однозначно беру Fold. Сочность экрана, лучше для игр, мощнее процессор, камера не хуже, можно писать на две камеры одновременно, и получается, что одной рукой мне тоже удобнее им пользоваться. Поэтому, с вами был Demon Muscle, Huawei продается.